Другим темам. В Париже идут последние приготовления к церемонии открытия Олимпийских игр. Организаторы обещают невиданное зрелище, ради которого во французской столице предприняли беспрецедентные меры безопасности. Предлагаем узнать у нашего корреспондента, как сейчас выглядит Париж, как чувствуют себя его жители. На связи со мной Алия Сыздыкова. Алия, приветствую. Какая атмосфера сейчас в Париже? Доброе утро. У нас еще утро. И вот и настал тот самый день, которому Франция готовилась последние 7 лет. И мне кажется, сегодня утром разочарованными в этой стране проснулись все, начиная от президента и заканчивая рядовыми жителями. Жителями, вы видите, за моей спиной, льет дождь. Мелкий моросящий дождь с самого утра. И город выглядит опустевшим. Не из-за дождя, конечно, а из-за очень строгих ограничений по передвижениям. В 10 часов в Париже, начиная с 10 часов утра, в Париже не рекомендуется передвигаться на автомобилях. Закрыто около 30 станций метро. Жителям, живущим вдоль районов оцепленных, где будет проходить церемония открытия. Это оба берега реки Сена протяженностью 6 километров. Этим жителям префект Парижа рекомендует сегодня вернуться домой до 3 часов дня. До того момента, когда зрители начнут прибывать на трибуны, занимать свои места. На время церемонии открытия полностью закрывается воздушное пространство над Парижем, радиусом 150 километров. Ни один из четырех аэропортов в этой зоне не будет ни принимать, ни отправлять самолеты. К охране привлечено 45 тысяч полицейских, в том числе иностранных. Накануне кинологи обследовали собаками все суда, пришвартованные вдоль берегов Сены. По водному периметру установлены специальные подводные сетки, которые исключают проникновение кого-либо, либо чего-либо в зону церемонии открытия. И жители города, и туристы, немногочисленные находящиеся сейчас в Париже, не имеют доступа к достопримечательностям. И на знаменитые парижские виды вынуждены любоваться из-за ограждений. Я предлагаю послушать мнение одной из парижанок о том, что происходит. Я думаю, что те, кто смогут присутствовать на церемонии открытия, будут рады, потому что это уникальная возможность, более престижной, чем на стадионе. И сама церемония будет представлять собой оригинальную постановку. Но, к сожалению, мы увидим это только на экране. Конечно, вся подготовка и ограничения не находят большого понимания среди парижан по понятным причинам. Тем не менее, шоу обещает быть по-настоящему роскошным. В нем задействовано 20 тысяч человек. С трибун его будут смотреть 300 тысяч зрителей, а телевизионных зрителей ожидается не меньше миллиарда. Телевизионный, сам сценарий держится в строжайшем секрете. Накануне раскрыли некоторые детали, и стало известно, что среди артистов заявлены Леди Гага и Селин Дион. А я напомню нашим зрителям, что церемонию открытия в прямом эфире можно будет увидеть на телеканалах агентства Хабар. Алия, а что говорят метеорологи? Дождь долго будет? Дождь может быть до самого вечера, вплоть до церемонии открытия. И, собственно, дождь был одним из главных проблем, когда планировалось сделать шоу таким, впервые в истории игр на воде, а не на стадионе. Поэтому зрителям советую взять с собой зонтики, и зрителям, которые будут присутствовать на трибунах, придется провести много часов на улице под моросящим дождем. Трибуны начнут заполняться в 15.30, а сама церемония открытия начнется в 19.30 и продлится 3 часа 40 минут. Вот, представляете, сколько времени предстоит провести под дождем. Алия, а сколько стоил билет на открытие? И как давно они были распроданы? Я скажу честно, что даже сейчас можно купить билеты, просто это будут самые дорогие билеты на церемонт открытия. По-моему, около 900 евро стоили те билеты, которые остались в первой категории. Часть билетов мэрия Парижа распространила бесплатно для жителей своего города. Выбирая приоритетными людей из многодетной семьи, людей с низким достатком. Но в среднем церемонии открытия, мне кажется, можно было приобрести билеты, начиная от 100 евро и выше. Что, в принципе, для события, которые в Париже происходят раз в 100 лет, мне кажется, не такой высокой платы. Ну, я, честно говоря, тоже ожидала, что гораздо дороже стоят билеты. Спасибо большое, Алия. Напомню, на прямой связи со студией в Париже была моя коллега Алия Суздыкова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...